На 5-6 день у ребенка появилась желтуха физиологическая. Была очень выраженная. Сейчас ребенку месяц и неделя. Желтуха сохраняется, но уже совсем незначительная. Наш семейный доктор назначил нам смекту на 5 дней, витамин Е и уросан на 20 дней. Хотя смекту и витамин Е мы уже принимали, когда ребенку была неделя. Ребенок активный, кушает, спит хорошо, набрал 2 килограмма и 7 сантиметров. Как нам быть? Что вы нам посоветуете? Прежде всего, я всем, кто сейчас услышал этот вопрос, я вас очень прошу, пожалуйста, это просто очень важно, посмотрите наше предыдущее видео на эту тему. Я еще раз обращаю внимание, что когда вы даете ребенку лекарства, то вы несете юридическую ответственность за то, что вы засовываете в ребенка, не только врач. Есть некая проблема. Причем эта проблема в голове у мамы. Однозначно, в голове у мамы. Ребенок себя прекрасно чувствует, набирает веси, растет, адекватный, ни на что вы не жалуетесь. Вот легкая желтушка сохраняется. Ну и что? Но ребенку хорошо. Вы жалуетесь доктору, и доктор прекрасно знает, что если он сейчас скажет, то оставьте ребенка в покое, вы скажете, что доктор невнимательный, или пойдете к другому доктору, который скажет, как? Желтуха сохраняется, давайте ее срочно лечить. Поэтому, вот именно поэтому, что когда доктор не назначает лекарства, то он становится чуть ли не врагом народа, врачи обязательно назначают. Вот обязательно. Вот выйти из кабинета врача без списка лекарств практически невозможно. И поэтому еще раз вам мой совет. Если доктор сказал, лекарства не нужны, в любой ситуации, в любой, с максимально возможной вероятностью, вам жутко повезло, держитесь за этого доктора руками и ногами. Понимаете? Если врач предпочитает не экспериментировать с лекарствами, а быть рядом, понаблюдать, посоветовать, разобраться, и только потом лечиться, это прекрасный, нормальный, хороший врач, дружите с ним. Тем не менее, алгоритм действий всегда стандартный. Вам поставили конкретный диагноз. Еще раз текстирую внимание. Лечимся мы только тогда, когда у нас есть диагноз. Не какие-то у вас кривые ноги, или что-то у вас тут не так, или какая-то у вас кожа неправильная. Это не диагноз. Понятно? Должен быть диагноз. Итак, пусть у вас диагноз звучит затянувшаяся физиологическая желтуха, после чего вам назначают лекарство. И вы смотрите этот препарат, его инструкцию. Препарат вы можете смотреть в книге лекарства. В книге лекарства. Итак, вы смотрите в книге лекарства препарат витамин Е. Вы смотрите смекту. Вы смотрите, что там еще было, Саша? Урсасан. Вы смотрите урсасан. И вот во всех этих препаратах вы ищите, есть ли там такое показание затянувшаяся физиологическая желтуха. И вы наконец-то понимаете, что ни один из этих препаратов к затянувшейся физиологической желтухи не имеет никакого отношения. И какой вывод вы делаете? Что у меня хороший врач. Он просто не захотел с нами связываться. Он назначил мне лекарства не обидные или не опасные. На всякий случай. Лишь бы отцепиться. Вот чтобы вы не сказали потом, что врач невнимательный. Но ответственность на ком? На вас. Поэтому пока не победила доказательная медицина, родители должны проверять листы назначений, изучать книги про лекарства, учиться повышать свою квалификацию и быть вместе с нами. Нажимать на колокольчик, подписываться на наш канал и дружить с врачами и с нами. Всего доброго. И опять-таки, если вдруг в вашей жизни, в жизни вашего ребенка возникла ситуация, когда вам назначили лекарство, которое к поставленному диагнозу не имело никакого отношения, расскажите об этом в комментарии, а мы потом все эти случаи проанализируем и запишем интересное видео. Оно будет полезно всем. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok